Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы поговорим об эволюции мессенджеров и о том, в каком направлении эта эволюция движется на примере мессенджера PIRIO, который, как заявляют создатели, является одним из 100 величайших инноваций 2015 года. И в целом это не пустое похвальство. Начинаем с неизменной процедуры скачивания и установки программы. После установки нам необходимо зарегистрироваться в системе. Ник, имя, пароль. Дальше нам предлагают ввести адрес почты для упрощения поиска контактов. Двухфакторную аутентификацию пока пропустим. И вот перед нами сам мессенджер. Так как программа сама по себе достаточно простая, отвлечемся на минуту от интерфейса и обратимся к теории. PIRIO использует технологию end-to-end или сквозного шифрования. Эта технология предотвращает перехват данных по пути исследования файла, поскольку файл отправляется к получателю в зашифрованном виде и расшифровывается уже на компьютере получателя. Конечно, файл можно перехватить, но это будет бессмысленный набор символов. Мы говорили об этой технологии, когда рассказывали о MailVelob, но у PIRIO есть одно отличие от PGP шифрования. PGP это простая технология, но она требует каких-то дополнительных действий. Плюс нужно заботиться о ключах шифрования, их нельзя терять и так далее. PIRIO не требует ничего. Ключ генерируется из пароля всякий раз при входе в систему и аннулируется при выходе. Таким образом вы можете получить доступ к своим зашифрованным данным из любого места, не обеспокоясь о сохранности ключа. Вернемся к программе. Интерфейс, как мы сказали, достаточно прост. Есть раздел сообщений, раздел файлов и раздел контактов. В сообщениях есть интересная функция написать призрака, ну или призрачное сообщение. PIRIO говорит, что сообщение будет доставлено даже лицу, не зарегистрированному в системе. Давайте я попробую написать себе второму. Здесь, видите, можно поставить время удаления письма. Оставим один день и через день сообщение будет удалено. Отправляем. Нам приходит письмо, содержащее основной пароль. Этот пароль нужно будет каким-то образом передать адресату. Адресат получает письмо, проходит по ссылке, вводит основной пароль и читает. Понятно, что это самый извращенный метод отправки писем, и PIRIO работает с людьми, зарегистрированными в системе. Поэтому я зарегистрируюсь под другим именем и посмотрю, как все это должно работать. Так, теперь отправляю себе первому уже зарегистрированному в системе invite. Я его получил, принял и пишу сообщение. Потом посмотрим, что придет мне второму, а пока пара слов о файлах. Как я уже сказал, файлы хранятся в облаке также в зашифрованном виде. То есть, получить к ним доступ может только адресат. Можно отправить файл кому-то. Я отправлю себе второму один очень важный документ. Можно впоследствии его удалить, но он останется видимым тем, кому я его расшарил. А можно совершить полный дестрой, и тогда он удалится отовсюду, и никто его уже не увидит. Сейчас я зайду в свой второй аккаунт и посмотрю, что мне пришло. Ну вот, два сообщения от Владимира Ломова. Одно содержит вложенный файл. Файл можно скачать. Собственно, все. По интерфейсу эта программа проще ICQ. Еще пара слов об основном пароле. Он содержится здесь, и его нужно хранить и оберегать. Он генерируется автоматически, а пароль, который вы задаете, это так называемый пароль устройства. Ежедневный пароль. Вы его вводите на своем компьютере, но всякий раз, когда вы будете заходить с нового устройства, вам придется вводить основной пароль. Он выглядит так. Я его показываю, поскольку этот аккаунт сейчас удалю. Основной пароль, конечно же, показывать никому нельзя. Итак, в каком направлении движется эволюция мессенджеров? Во-первых, и это главное, в направлении улучшения алгоритмов безопасности. После Сноудена мир уже никогда не будет прежним. Максимально вывести возможность чужого вмешательства в вашу переписку. И второе, подтягивать в одну программу максимальное количество сервисов. Файлообменники, облака. В общем, эволюция движется в направлении, чтобы было удобно и безопасно. Все, любите друг друга, вспомните об ICQ и подумайте, много ли изменилось за эти годы. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!